Здравствуйте, друзья! Еще один видео-ответ. Это касается Амазона. Какие услуги мы предоставляем? Я вот сейчас специально распечатал прайс и зачитаю список услуг, поэтому буду подглядывать бумагу, чтобы ничто не пропустить. Итак, первое. Для того, чтобы вам выйти на Амазон, вам надо сделать исследование рынка. То есть понимать, что такой товар уже присутствует или не присутствует, как правило, конечно, уже похожий товар находится на Амазоне, чудес не бывает. Надо сравнить, за сколько он продается, надо сравнить условия доставки, надо сравнить, сколько такого товара уже продано, а то, может, вы думаете, что ваш товар сейчас вы привезете в США, и он будет продаваться по очень высоким ценам, и вы будете иметь сверхдоход, а может быть, такой товар ваших конкурентов, уже аналогичный вашему товару, уже продается и продается дешевле. Поэтому хотелки предпринимателей иногда падают так далеко вниз, когда они видят, что уже товар, похоже, есть на Амазоне. Ну, с другой стороны, бывают и противоположные вещи, когда товар действительно востребованный, и товар, который продается конкурентов, он стоит, может быть, даже дороже, чем у вас. Поэтому тогда, значит, вам повезло, и вам надо выходить однозначно, чем быстрее, тем лучше. Значит, что после этого? Если вы определяетесь, что да, вы хотите выходить на Амазон, ваш товар будет конкурентно способен, нужно сделать обязательно фото хорошего товара. Либо вы их делаете самостоятельно, и нам даете, мы размещаем, либо мы их делаем. Тогда вам товар придется нам прислать, и мы здесь сделаем профессиональные фото уже в Соединенных Штатах. Там есть много нюансов, и фото, и отзывы, мы сейчас вернемся к отзывам, это очень важно. Если фото некрасивое, то даже если товар очень нужный, и сам по себе он красивый, ну, например, может быть, детская игрушка, да, вот она сама по себе вроде красивая, но если сфотографировано плохо, темно, с неправильным светом, уже это будет на продажи сильно влиять, и ваша красивая детская игрушка не будет так быстро продаваться. Дальше, значит, нужно сделать подбор, после того, как вы сфотографировали товар размещен, нужно сделать подбор ключевых запросов. То есть, на что будет реагировать код Амазона при вводе человеком того или иного товара. Значит, это так называемая SEO-оптимизация. То есть, SEO-оптимизация есть не только для сайтов, как мы привыкли в Google или Яндекс, но и на Амазоне. Дальше, настройка купонов товара. Это отдельная тема, я сделаю по купонам видео, расскажу, что это такое. Дальше, настройка скидки для товара. То есть, нужно это тоже предусмотреть. Люди любят скидку, потому что вы обращаете внимание, когда ты заходишь на Амазон и видишь, что там он продавался товар, допустим, там за 100 долларов, сейчас он продается за 70 долларов. Значит, 30% скидка. Это тоже все делается, и мы вам поможем это сделать. Дальше. Вопрос хороший, который тоже задается часто. А можете ли вы нас обучить? Мы будем делать это сами. Вот у нас тут дешевая рабочая сила в Украине, там девочка какая-то, которая, или мальчик, которая способна и способны, и они обучатся, и будут все это делать, и фотографировать, и ключевые слова писать, и скидки настраивать, и купоны, и так далее. Можно ли это сделать? Да, можно. Мы сами Амазоном не занимаемся. То, что я сейчас зачитываю, это цены нашего контрагента. То есть, наша задача консалтинговая. Мы организаторы всего процесса. Это открытие компании в США, это привезти ваш товар, растаможить, решить вопросы с сертификацией, потому что есть товары, которые вы просто не сможете продавать на Амазоне, пока вы не получите сертификацию. Решить вопрос с Амазоном, чтобы этот товар взяли, и он хорошо продавался. Вот в комплексе мы это все делаем. Часть работ мы делаем сами, например, по открытию компаний, расчетных счетов, по выводу денег мы можем вам рассказать, как правильно оптимизировать налоги. Часть работ мы делаем с нашими контрагентами, но по их ценам мы ничего не накручиваем. Мы имеем очень небольшую комиссию. Давайте дальше. Что еще? Прием и обработка возвратов от клиентов. Тоже эта тема как бы отдельная, надо ее обсуждать, и это тоже мы вам расскажем, как это сделать, потому что бывает, что клиенты делают возврат товара, и как с этим работать. Дальше. Спрашивали о, можно ли дополнительно, кроме Амазона, и других площадок, и там, Ебэя, и Этси, и Волмарта, можно ли еще размещаться где-то там на сайтах объявлений, типа крейк-листа, или там, фейсбука. Можно, мы с этим тоже вам поможем. Поэтому, если у вас там сложность с английским, или вы не знаете, как пользоваться интерфейсом фейсбука, или крейк-листа, мы это все сделаем. И определенное количество листингов можем разместить. Дальше. Что еще? Ну, наверное, про AdWords я сказал. Не, про AdWords не сказал, про SEO сказал. Можно еще AdWords сделать для вашего товара, чтобы, например, реклама в Google шла, и потом был переход на линк на Амазон. Это тоже можно сделать. Ну, наверное, все основное, я вам все сейчас рассказал. Итак, если интересуют цены, уже более все это углубленно, значит, делайте запрос плюс 1 646 477 05 2 0 И если вы хотите выйти на Амазон, торговать вашим товаром, который вы производите в вашей стране, Украина, Россия, Казахстан, Узбекистан, в комплексе мы можем все это решить. У нас есть сайт MarketUSA, там очень подробно рассказано о всех наших услугах, и даже видео есть, там, в виде мультика. Можете посмотреть. Так что, все в ваших руках, хотите торговать, все у вас получится. Начните, прежде всего, с анализа, конечно, вашего товара, чтобы не заниматься ненужной работой. Сначала провести маркетинговое исследование. Я, на самом деле, вот так проверяю клиентов, которые говорят, я хочу, у меня там, не знаю, фабрика полотенец в Украине, я хочу выйти на Амазон. Я говорю, вы проводили ли исследование рынка? Они говорят, нет, не проводили. Вы готовы проводить? Да, готовы. Наша услуга стоит столько-то денег. Небольшая сумма абсолютно. Они говорят, нет, мы не готовы. Тогда вы не готовы выходить на Амазон, тогда не надо беспокоить нас, и если вы не готовы заплатить 500 долларов за исследование рынка, это смешные деньги, просто смешные, то просто не о чем дальше разговаривать, потому что вы не способны будете заплатить дальше за доставку товара, за лицензирование товара, за раскрутку на Амазоне, за складирование, за открытие корпорации, за открытие расчетного счета, за открытие PayPal аккаунта и так далее. То есть у вас должны быть деньги для того, чтобы выйти на Амазон, на другие платформы, eBay и Walmart, у вас должны быть средства для этого. Если у вас нет для этого средств, значит вы не сможете выйти на Амазон. Однозначно, чтобы заработать какие-то деньги, нужно сначала что-то вложить. Спасибо за внимание. Пишите, звоните, задавайте вопросы, не стесняйтесь.